Здравствуйте! В эфире Своего ТВ новости. Меня зовут Екатерина Сегида. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Подарок гурманам, когда в предгорном районе расширят улиточную ферму. Необычное увлечение, почему жителю Невиномыска придется ответить по закону за свое хобби. Люди больше хотят овощей, фруктов, однозначно. Полезные знания об осеннем питании, как поддержать организм в тонусе. Теперь подробнее об этих и других событиях. В селе Александровском завершилась крупная реконструкция парка. Там обустроили пешеходные зоны, установили удобные скамейки, новые урны и фонари. Для детей создали игровые комплексы, а также современный памп-трек. Это специальные трассы для велосипедов и самокатов. Работы прошли в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Оценил результаты в ходе рабочей поездки губернатор Владимир Владимиров. Он также отметил, что точку в развитии этой территории ставить пока рано. Появились детские площадки, появились очень хорошие, мне кажется, даже креативные, спортивные площадки. Есть дальнейшее развитие этой территории. Душа вложена, было все сделано правильно. Строители, на самом деле, качественно постарались все сделать. Приходим к новым данным по коронавирусу. За прошедшие сутки выздоровели еще 70 человек. Общее число таких ставропольцев уже превысило 12 тысяч. Об этом рассказал Владимир Владимиров на своей инстаграм-странице. Ежедневное количество тестов на коронавирус находится на высоких отметках. Всего проведено свыше 577 тысяч таких исследований. У 149 жителей края диагноз подтвердился. Одного пациента, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось. Губернатор призвал земляков соблюдать все меры профилактики и внимательно относиться к своему здоровью. А вот так выглядит общая картина. По заболеваемости на Ставрополе с самого начала пандемии. Носите маски и не пренебрегайте своим здоровьем. Теперь к теме происшествий. Семейная пара и двое их племянников из Михайловска. Ночевали в доме на колесах на территории Карачаева-Черкесии. По предварительным данным, ночью произошла утечка бытового газа. Наутро без признаков жизни обнаружили мужчину, женщину и несовершеннолетнего мальчика. Девочку удалось спасти, она в больнице проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Запрещенное увлечение. 48-летний житель Невинномыска разбил у себя в подсобке теплицу для конопли. Регулярно ухаживал за саженцами и планировал изготовить из них себе марихуану. Но не успел. О пристрастиях мужчины узнали полицейские. Они обнаружили и изъяли 69 кустов растения. Теперь земледельцу придется ответить по закону. Возбуждено уголовное дело. На те же грабли полицейские Патовского округа на одной из улиц остановили автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель. Мужчина по внешним признакам был пьян, но проходить медосвидетельствование отказался. При проверке выяснилось, что в августе этого года водителя оштрафовали и лишили прав на полтора года. Однако нарушителю это не помешало продолжить ездить. Возбуждено уголовное дело. Липовая сделка. 29-летний житель Ставрополя взял в прокат автомобиль и решил на этом заработать. Приехал к знакомому и уговорил купить машину. Но с условием, что деньги возьмет сразу, а документы и транспорт передаст через несколько дней. Покупатель расплатился, а позже увидел фото купленного им автомобиля в интернете на странице проката. Полицейские нашли злоумышленника. Деньги он уже потратил, а машину сдал обратно. Теперь ответит по статье «Мошенничество». Многофункциональную спортплощадку создали в поселке Крутоярском Георгиевского округа. Местные жители давно мечтали о таком спортивном островке. Для максимальной безопасности на объекте уложили специальное покрытие из резиновой крошки. Осталось только нанести разметку. Площадку построили по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. Еще больше новостей из разных уголков края в нашем обзоре. Специалисты Крайводоканала ремонтируют 5-километровый участок магистрального водопровода, подающего воду в станицу Новомарьевскую Шпаковского района. Старые трубы, которые установили 40 лет назад, меняют на новые полиэтиленовые. Они будут намного крепче, особенно в условиях местной почвы. Постоянное движение грунта на оползневых участках – большое испытание для водопровода. На курортном озере в Железноводске скоро откроют глэмпинг. Это новый вид экотуризма, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Запустить проект планируют перед новогодними каникулами. Первоначально установят 15 палаток сфер. Улиточную ферму в Придгорном районе расширят. Там собрали первый урожай – 6 тонн деликатесного мяса. Это около 350 тысяч штук. Теперь теплицу с улитками планируют увеличить еще на 5000 квадратных метров. В комплексе создадут все условия для развития – высокая влажность, температура 15-16 градусов. В хозяйстве также планируют продавать мальков маточного стада. Осенние холода медленно, но верно подступают к Ставрополью. И первым в межсезонье страдает наш иммунитет. Здоровый сон плюс спорт позволяют поддержать организм в тонусе. Но еще одно важное звено в этой цепочке – правильное питание. О нужных осенних привычках расскажет Виктория Шкальная. С приходом холодов люди наконец свыкаются с мыслью о том, что наступила осень. Постепенно включается режим экономии энергии. Перемены сейчас происходят не только в нашем эмоциональном состоянии, но и в пищевых привычках. За окном начинает преобладать серость, но яркие краски нужно продолжать впускать в жизнь. И сейчас в виде рациона. Такой совет. Чем ярче фрукт или овощ, тем больше в нем полезных витаминов. В это время снижается иммунитет. И разноцветный рацион – лучшее решение для подготовки к холодному сезону. Главный помощник сейчас – витамин С. Поэтому шиповник, облепиха, болгарский перец, лимон, петрушка и корень имбиря должны стать главными продуктами на вашем столе. Также поднимут иммунитет недооцененная квашеная капуста и картофель. К счастью, в магазинах и на рынках сейчас овощей и фруктов в избытке. Люди больше хотят овощей, фруктов однозначно. Сейчас винограда много берут. В принципе, помидоры, огурцы как брали, так и берут, но их еще больше хотят. Также вот сейчас облепиха, малинка у нас, клубничка, капуста уже белокочаночка пошла. Все это людям интересно, вкусно. У нас больше покупателей с приходом осени. В межсезонье в организме снижается и выработка серотонина – такого нужного всем гормона счастья. Он отвечает за нашу энергичность, спокойствие и хорошее настроение. И главное, в такие моменты не подастся соблазну и не начать заедать осеннюю хандру. Лучше всего это делать именно полезными какими-то сладостями. То есть это натуральные сахара, такие как фрукты, ягоды. Это лучше всего. Это может быть пастила. Самое плохое, что можно сделать, это сочетание сахара с трансжирами. Это заменители жира. Это находится как раз таки в фастфуде, в печеньках, во всяких тортиках, в десертах печеных. Промышленного производства. Если это домашняя выпечка, то, конечно, это будет намного полезнее. Ну и куда в такое время без проверенных бабушкиных рецептов. Лук и чеснок неизменно поможет в борьбе с сезонными болезнями. Избежать упадка сил на самом деле несложно. Соблюдайте режим работы и отдыха, правильно питайтесь и заботьтесь о себе. И тогда вы с легкостью пройдете это испытание межсезонья. А фруктами и овощами уже закупились Виктория Шкальная и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Это все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. И присылайте свои вопросы на номер, который видите на экране, а мы постараемся на них ответить. Ну а сейчас прогноз погоды с моей коллегой Марией Никитиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на вторник, 6 октября, узнаете прямо сейчас. В Ставрополе малооблачно. Ожидается сильный юго-восточный ветер. 18 метров в секунду. Днем плюс 20, ночью плюс 9. В Изобильнинском и Новоалександровском округах ясно. Днем плюс 23, ночью плюс 11. В Пятигорске и Минеральных водах пасмурная погода. Преимущественно без осадков. Днем плюс 20 градусов, ночью плюс 9. В Кисловодске небольшая облачность. Температура воздуха плюс 17 градусов днем и плюс 5 ночью. На востоке края также небольшая облачность. Утром в Арсгире, Буденовске, Нефтекумске, возможен туман. Температура воздуха там, включая и патовое, и дивное. Днем до плюс 20, ночью плюс 6. Кстати, несмотря на осеннюю погоду, занятия сап-серфингом и сап-йогой на курортном озере Железноводска будут продолжаться до наступления холодов. Они еще не скоро. Кроме этого, в следующем сезоне там организуют гонки на катамаранах, соревнования по нырянию и заплывы на короткие расстояния. А на этом у меня все. Увидимся на своем.